Повторите, будь ласка, если можно, для канала Зимагро про иных земли, так чтобы запечатлеть для истории, для детей, для внуков. Второму украинцу, а он будет платить ей деньги, и эти все деньги будут распределяться между всеми украинцами в равной доле. То есть ты украинец, ты зарегистрирован, все деньги со всех сданных земель пошли в один банк, а тут распределились между всеми, прям в процентном соотношении. Все кому? Появился новый Украинец, значит всем пересчитали за месяц, всем меньше на нового украинца. Кто-то помер, значит на него не отчисляется, но она всем дается. То же самое газ, это природные ресурсы. Кто-то добыл, значит будь добр в равноценном порядке, там вот в европейской стране говорят, 80 отдаешь людям, 20 забираешь на свои нужды. То есть кто там добывает, 20% твои, 80, опять всем распределили. Когда каждый гражданин получил свою какую-то долю от всех ресурсов, добытых, он тогда с нее, допустим, заплатит налог тем, кто это организовал. 10% в 5%, за остальное он купит газ себе, тот же, который украинский добыл, то есть по себестоимости и все. Если ему нужно больше, значит покупай у тебя 20%, которые это нет, завози снаружи. Если ты завод, значит у тебя цена, она купленный тобой газ, уже залажена в твой продукт. Все, организовать это в электронном виде проще простого. То есть скрипты делают на автомате, не надо министерство организовать. И каждая отдельная громада, область, она решает, кому из фермеров выдать. И принимают решения какие-то люди проживать на территории. То есть что он будет выращивать? Засеет все пшеницей, кукурузой и рапсом и будет убивать землю. Или это как-то контролировать? То есть контролировать это должны люди. Не один назначенный сверху кто-то, а именно люди. Вот мы хотим сегодня сдать этому агроному, завтра другому. Ну образно завтра. То есть кто следит за этим и контролировать его. Не кто-то отдельный какой-то один орган, который ни с чем не справляет. Во избежание коррупции, правильно я разразумил? Во избежание всяких там муток, пофер. Есть вещи, которые можно проверять обществу, чтобы оно принимало решения. Есть конечно какие-то глобальные вопросы, которые нельзя там. Армию нельзя доверять обществу, что мы там как и организовать. Группу Зима Агроинфо будете консультовать, если будут вопросы? Конечно будет. Дякую.